Умород уже не соответствует тому. Зубы в разобранном состоянии у меня в сумке. Могу предъявить, но приложить к материалу дело невозможно. В результате вот самое свежее письмо из Аниплея от госпожи Думный Карас. Значит, она мне снова миллион пятый раз пишет. Вы можете лечиться за свой счет. Сколько еще голодовок нужно, чтобы таким образом лечиться за свой счет? Понимаете, в чем дело? Такого количества издевательств вообще никто себе никогда не позволял. И все, Сидим. Сейчас я подберу и передам, значит, ее последнее письмо. Она пишет, да, вы можете. Я жизнь с половиной лет сижу. Значит, мне надо, чтобы меня калечило Аниплея. А я буду за ними проводить дорогостоящие лечения. Зубы у меня были, сто ли около 3000 лет. Но даже не тем не в дело. Их можно было сохранить, если бы вовремя оказывалось своевременное лечение. Вот она, помните, вот хоть ее последнего свежего лет есть. Опять, вы можете лечиться за свой счет. Вот я показала, как я лечила за свой счет. 26 дней голодовки, чтобы повезли на ремне. За свой счет. Чтобы мне поставили за свой счет зубы. Это сколько же надо на голодовке? Вот находится. Ну, это элементарное математическое лечение. Дальше. Вот я передала адвокату, он передаст. Это уже где-то куда-то, куда-то куда-то. Дальше. Что самое интересное? Госпожа Карас. Госпожа Карас. Была 30 сентября. То есть тоже в результате голодовки. Хочу, значит, поставить в курс дела ОНИПЕ. Национальная администрация, несмотря на положение закона 300. Если приезжает в пенитенциарь в 13-й, то разговаривает и собирает информацию только о администрации. Людей в глаза не видят. Чтобы увидеть кого-то из ОНИПЕ, надо основательно поголодать. Ну и если неделю-две поголодаешь, глядишь, повезет. Значит, госпожа Карас Неля застала 30 сентября момент, когда у меня выламывался мозг вместе с зубами. Товет они обломанный. И весь рот у меня был в крови. Вот она это видела. И если вы думаете, что мне медпомощь по сегодняшний день хоть какую-то оказали, нет. И получается, что? Искусственно. К судам не допускают. Дело не пересматривают. Хотя отдельная совершенно статья, что вслед три дела. Я просто, как сказать, экономический агент. То, о чем говорил наш господин прокурор. Что да, есть куча людей, экономических агентов, которые оказались в тюрьме, потому что оказались. Я никого, Боже, упасти. То есть преступление против личности я не совершала. Я руководитель и владелец фирмы. Но оказалась в ненужном месте, в ненужное время. Вот все мое преступление. Но помимо всего, что я лица слова не полагают, что совершены ошибки в приговорах, которые осудили меня на лишение свободы. Кроме того, если учесть все факторы, я превратилась в полную коллегу за что? Хотя давно уже работаю и суды по условиям содержания, УДО у меня должно было, согласно приговору, наступить год назад, по половине слова. Согласно 91-й статье. На УДО меня пенитенциарм не выводит по сегодняшней день. Начальник, значит, части, спецчасти так посчитал, что только в мае оно наступит. Вы понимаете, держать людей, ну, правда, нельзя. И теперь резинка, у нас 18 пенитенциаров. Такое ощущение на маленькую Молдову, что прям преступники все, либо диаспора, либо преступники. Ну, надо же что-то делать. В любом случае, я никогда не скрывалась, не отлично действия органов уголовного преследования. Ну, как так, чтобы человека полного коллегу никак не могли освободить, хотя вот столько нарушений. Их перечислять можно будет, не перечислить. Я вот всю эту папку могу тогда передать. Ну, здесь, пожалуйста, к суду по условиям содержания, да любую присоединять. Читать это просто. Никто это не будет читать. Вот голодовки. Вот оригиналы, это голодовки, и гораздо больше, чем указано в сертификате. Значит, это все собиралось уже достаточно, это свежие голодовки. Это количество, количество заявлений, когда я ходила к нашим руководителям. Поверьте мне, чтобы я все это написала, за всю жизнь столько не написала, сколько за время высиживания в пенитенциале. Значит, тут еще вот такой момент. Все, что я говорю, все имеет свое подтверждение. Значит, даже вот такие моменты, вот это как бы сертификат о голодовках. Значит, что касается голодовок. Согласно положению статьи 229 исполнительного кодекса Республика Молдова, голодовка, когда человек выходит на голодовку, если он не договорился с пенитенциаром, должен быть заключен акт голодовки, где указаны все мотивы, и результат, с каким человек вышел из голодовки. Такой акт никогда не оформляется раз. Второе. Если человек не может договориться с пенитенциаром, в течение 24 часов прокуратура должна как-то поприсутствовать и помочь разрешить ситуацию по существу. Никогда на голодовке прокуратура не выезжает. Некогда нет. Они считают, что если человек умирает без гиды, то, наверное, с хорошим гидом. Вот это вот присоединение тоже, пожалуйста, материальное дело. Вот тут. Даже указано. Я почему говорю о тематике голодовок. Это пишет сам куратор голодовок, господин Андрей Сарковцев. Значит, вот он пишет. Не согласие с условиями содержания. Одну секундочку. Да там много чего было. Или требование перевода женского корпуса на другой режимный корпус. Прежде чем меня вот так поломали, согласно положениям того же исполнительного кодекса, меня должны были содержать в блоке 3 тюремной больницы. Но там у нас расположена лип-клиентура. И туда меня не переводят. Вот там единственное время, когда я содержалась, это в этом подвале номер 120. А здесь это выглядит так. Ну вот не нравится там сидеть, хочу сидеть в другом месте. Нет, я на больницу протиралась. Сейчас я туда не прошу, потому что там содержат таких, как я на третьем этаже. На третий этаж я уже просто подняться не могу. У меня инфизиомалеки. Вот это вот два сертификата по голодовку. И еще, значит, во время проведения голодовки должна быть такая вещь, как инструкция по голодовке, утвержденная Министерством Мустиции, Министерством Здравоохранения. Это то, чего нет ни в одном пенитенциале. То есть человек, идя на голодовку, может не знать, чем это чревато. Вот сейчас на ПО-13, я не знаю, еще голодает живой или нет, 45 дней человек на голодовке был священник. Ну, наверное, не с хорошим делом. Вся эта информация замалчивается, она нежелательна для пенитенциара. И вот образец. Значит, вот инструкция старая, но очень актуальная, которую АНИП тогда дадит. Рассылала под тем пенитенциаром. Из этой инструкции видно, что они прекрасно знают мотивы голодовков. Однако, инструкция у нас 19.05.14 года. И никаких мер не предпринято. Будьте добры, присоедините это к материалам. Делаем. Дальше. Вот мои переводы. Сколько же я каталась на ту русскую, где мне вообще нечего было делать. Сейчас по-русски. Который считается, как бы хорошим пенитенциаром для женщин. Вот это сколько мы катались на русскую. Для женщин. По факту, условия содержания на русске еще хуже, чем условия содержания в ПУ-13. По следующим мотивам, там нет инфраструктуры и благоприятной окружающей среды. Нет сырой воздух. Инфекция в виде комарок, мук, антицинитария, грязь, которая все проверки скрывает. На момент, когда я туда приехала, там не было в библиотеке даже лимитажной литературы, такое, как уголовная, уголовно-процессуальная. Гражданские, гражданско-процессуальные. И других кодексов не было. То есть, совершенно никакой информации. Опять же, в результате голодовок моих вся литература там появилась. Всего на всю Роспу, на 300-400 человек, было всего три автомата для того, чтобы позвонить домой. Опять же, после моих голодовок появились автоматы, телевидение, улучшилось питание, появилась регистрация ежедневной аппетиций и так далее. Но все время, которое находилось в ПУ-7, я провела на голодовках. И там хоть что-то появилось, в том числе и магазины. Значит, господа, вот каждый документ здесь показывает, как реально содержатся люди. Я же не одна такая, что вот только надо мной слава есть и остальные шоколады. Значит, вот так реально содержатся люди. Я обращалась официально в сторону государства, МИП, Минюсту, что коль скоро мы все живем в такое сложное время, на действительно непростой период. И пандемия, и, ну скажем, политический кризис, и экономический кризис. Ну хотя бы какую-то МИСТу бы сделали. Начали бы шире допускать к судам, чтобы люди могли хоть как-то разрешить свою ситуацию. Однако, все обращения в сторону прокуратуры и Минюста, значит, в МИП попадают на рассмотрение. Мало того, вот здесь сидят, специалисты пенитансара, все были в шоке. Вопросом МИСТе был передан на рассмотрение обратно к пенитансару 13-й, что они имеют пока мне. Ну можете себе представить, что они сами были в шоке, вот господин Дмитрий подтвердил. Причем, ну мы уже все друг друга знаем, я очень неохотно занимаюсь вот этим, вот, пачкотворчеством. Ну калечиться, ну мне даже столько здоровья, ну господа. Я могу это перечислять лично, через адвоката, если позволит судья. Я сделаю подборку, все, кто равно не глядит в тело. Я с адвокатом просто фрегуритно не виделась. Значит, я передам документы, если это не обходило.